Ну, одну эту игру с задержкой постримлю, на самом деле, потом я ее уберу, просто не знаю, зачем хастому, задержка нужна, ну вот. Боится, что Вирдос Тримшель палить будет Харстом, я не понимаю. Это матч Венеров уже, то есть если Вирдос побеждает, он с первого места вообще проходит, и вопросы о присутствии в флей-офис не ты все будут. Скоро я у вас появлюсь, ребят, единственный минус, что я не люблю в топ-старте делать, запись разрезается, но куски как бы ее выкладывать не очень прикольно, тем более предыдущая часть, час всего 59 минут шла, вот. Ладно, сейчас стрим у вас появится, не волнуйся. Я не знаю, что думает Харстом, мне пофиг, короче. Просто потом, чтобы как бы ему кто-нибудь не сказал бы, что вот я без задержки стримил, чтобы он обидится потом как-нибудь там. Ну а в игре, по-моему, и так хорошо, что в игре, поэтому нормально все, ладно. Так уж и быть, выставим задержку. Ну а всякие случаи на ГГ-плеере запись ставлю, вдруг выложить не получится. Ну вот это-то точно на Ютуб получится выложить, потому что это из игры. Ну а предыдущая была с рестримом как бы часть, поэтому буду аккуратничать, я перестраховываться. Так, у Харстома два гейта, с адептиков начинает идёт вперёд, потом два сталкера и Старгейт на мэне. Вирдос одним адептом приходит, одну пробку забирает, верчаж выставлен. Уже замахивался, хотел выстрелить адепт, но не выстрелил, всё-таки одну только пробку. Вирдос минуснул, но Старгейт спалил Вирдос, это точно. Харстом тоже к нему ворвался, Харстом минуснул тоже одну пробку, а нет, две пробки минуснул. Ну Вирдос одну пробку одним адептом минуснул, а Харстом две пробки двумя адептами минуснул. Вирдос в плюсе здесь. И делает... Так, третий гейт, Твайлайт делается. Это будет выход в неэксус, или Вирдос хочет агрессивно сыграть? Вот пробочка поехала, похожа на агрессивность вообще какую-то. Харстом видит её. Ну, Оракул зато спалился. На мэне у Вирдоса два стола... Вот зачем они здесь стоят? Здесь же у Вирдос есть, иди вперёд, атакуй спокойно. Так, пилон есть здесь, агрессивничать можно. Здесь гейт ещё пошёл четвёртый, обратите внимание у Харстома. Три гейта есть. Сейчас грелочка заказана у Харстома, обратите внимание. Приходит Вирдос, пытается пилон протаковать в лоб, атакует. Сентрю минуснул, красавчик, это уже важно. Скоро и блинг будет готов. Я не знаю, чего Вирдос боится. По-моему, достаточно здесь просто оверчаржа против того, что тут есть. Так, сталкеров всё больше и больше. Заходит ещё раз Вирдос. Сталкеру дэмэдж наносит. Роба нет у Харстома, это главное. Грелка, это не Морту. У неё нету скилла с этим, этому, с полями. У неё только разогрев решать. Без разогрева она не так и сильна. И уже блинг через 30 секунд будет готов. А с блингом против Грелок драться, это очень... Не то что легко, но это... Это реально вполне. Сталкеров всё больше и больше. И кажется, Вирдос может здесь убить Харстома просто. Блинг, надо ждать 10 секунд до блинга. Блинг, уже скоро будет готов. У Вирдоса там ещё товар сталкер. Грелка разогревается. Нужно Грелку фокусить. Вирдос, ну что ты делаешь? Через Аклик дерётся, ё-моё. Так, блин, контроль начинается. Так, Грелочка подставляется. Наконец-таки падает. Есть плюс 50 энергии у Мазеркора. Ещё одну Грелку Харстом заказывают. Насколько дэмэджные сталкеры? Почему нельзя фокусить-то юнит? Я чуть не понять не могу. Вирдосу. Ещё сталкеры последним. Ниндзазалп вам Вирдосу. Ну, сталкеры они такие. А, ну на этом интерфейсе нет у них... Нет у них картиночки. Они в таком маске. Как нинзачки такие. Ротасовские. Ну, рейнжовые нинзачки. Гэ-гэ, пишет Харстом. Хорош Вирдос 1-0. Вирдос вообще радует. Ждём вторую игру. Гэ-гэ-гэ. Продолжение следует... 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 Нет, в воле этот билд великолепно работал. Если бы Харстом все что угодно делал бы, но не дестабилизаторов, он бы Вердус убил бы его. Но дестабилизаторы и контрят это, к сожалению, все дело. Продолжение следует... Ну, жестко там один дестабилизатор, конечно, плюнул. Ну, в таком миксе от дестабилизаторов не деться никуда. Либо вот Вердус зашел, первый врыв от дестабилизатора был не жесткий, и сразу же нужно было пилоны ломать, сразу же просто, пока не было выстрелов в дальнейшем. Все, если бы как бы получилось так сделать, может быть что-то у Вердуса и получилось бы. Ну что, два гейта Вердуса, два гейта Харстом, все стандартно абсолютно. Вердус зашел, два гейта Харстом, все стандартно. Так, Харстом уходит. В этот раз от Вердоса тоже два адепта, посмотрите. У Харстома тоже два адепта. Бустит Вердос, блинг. Пробочка спускается, пилончик пошел на второй Харстом, пилончик вообще не спешит пока ставить, я смотрю. Отступает Харстом назад. Вердос с Мазеркором, кстати, здесь летает, хочу ваше внимание обратить. Зачем он летает здесь с Мазеркором, я без понятия, если честно. Почему? Потому что сейчас адепты зайдут и дома чем он отбиваться будет, не знаю. Есть всего два сталкера, еще два строятся. Адепты врываются под двумя сталкерами, они сейчас рабочих наковыряют просто немерено, ребят. Вердос делает полный вред сейчас. Минус Вердос. Похоже. Пять пробок, хотя не, пять это еще пока, пока не ГГ все-таки. Телепорт домой пошел, Харстом, Никсус заказывает. Вердоса нету даже ресурсов пока на Никсус. Вердоса робает Вайлайт, что за бред вообще? С одной базы. Так, робот Вайлайт. Вообще просто страннейший билд. А, ну тут Никсус тоже пошел. Кстати, ненамного позже. Вердос тоже у Вердоса будет, все это будет. И Блинк, и Роба. По лимиту Харстом в плюсе, по-боевому. Но по технологиям у Вердоса будет Блинк, в отличие от Харстома, у которого его не будет. Вердоса будет Блинк. Продолжение следует... Блинк. Субтитры делал DimaTorzok 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 Там третий Нексус пошел. Будет агрессивный врыв от Вердоса. Пока не идет агрессивных врывов. Выходит первый дестабилизатор. Маза... Так. Пилон так и не сбрил Вердос. Три Иммортла у него уже здесь. Все, Пилон падает. У каждого соплайблока, правда, не наблюдается. Агрессивный блинг пошел. Дестабилизатор Фокус. Сразу же хорошие филды на Иммортлах. Почему никто их не атакует-то и не понимает, как Вердос сливается. Опять агрессивный блинг. Призма где-то рядом. Призму Фокуснул. Иммортлы падают. Харстамовский. Еще одного минусовать. Конечно, Вердос с тремя Иммортлами разрывает Харстам. Вердос 2-1. Из группы выходит первое место. Просто царь Вердос в плей-оффе. Я уже могу с точностью до 100% отсказать. И все, гг. Великолепно. Молодец, Вердосик. Так, секундочку, ребят. Да. Молодец. Таря и Вердос в плей-оффе. Таря и Вердос в плей-оффе. Таря и в море. Не, нет. Офиге. И еще один раз. Офиге. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, я вырубил звук, прошу прощения. Ждем была я против Найса. Но Вердос хорошо, что вышел с первого. Потому что если бы он проиграл, Марин Лордов уже мог бы второй раз так не выиграть, либо как он выиграл... Так, ну сделаю стоп-старт. Что я говорю, вернусь к вам. Так, сейчас... Ждите.